добрый день коллеги приветствую вас на нашем семинаре вебинаре который как вы видите на экране он будет называться у нас и тема основная это методы работы с сопротивлением и негативными реакциями на автоматизацию я макушев денис эксперт аналитик и мы с вами начинаем программа вебинара будет примерно такая психологические аспекты сопротивления мы их рассмотрим прям по максимуму подробно вот дальше какие методы управления сопротивлением к изменениям есть да то есть это такая прямо фишечка такая вот и непосредственно как работа с этими негативными реакциями и конфронтации внутри коллектива теперь смотрите что я хочу да вот я хочу вам в начале самом задать такой вопрос назовем так вопрос на подумать вот мы сейчас будем раскрывать тему нашу и я бы хотел чтобы вы вспомнили да каким образом в вашей фирме вот проводилась или проводится или будет проводиться работа с внутренним сопротивлением то есть почему я об этом говорю потому что например кто-то у кого-то есть уже внедренные там какие-то продукты кто-то в данный момент занимается автоматизацией кто-то только будет делать там да но я надеюсь что сегодняшний наш вебинар он как раз позволит вам продвинуться в сторону того как мы как вы будете правильно делать вот эту работу потому что это важная тема теперь давайте посмотрим перед началом да чтобы нам взбодриться вот посмотрим как вообще вот с точки зрения мировых практик как у нас вообще работает вот это сопротивление и на что он влияет вот вот посмотрите у нас есть такая выборка выборка интересных фактов к примеру вот компания прошли да ну я сразу кстати дисклеймер мой английский он отсутствует как понятие потому что я учил немецкий вот но вроде как все произносят название этой компании прошли вот это компания которая организует такие 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 тренинги по управлению изменениями да то есть это как раз таки вот наша тема там да вот и вот они что говорят что 70 процентов я прямо выделил красным посмотрите 70 процентов терпит неудачу вот если руководство проектом игнорирует или руководство компаний игнорирует вот эти сопротивления представляете 70 процентов или если вот недостаточно эффективно управляется вот это вот думайте крутая крутая цифра да и и на сказать выглядит она опасно вот так скажем вот теперь дальше у нас что идет у нас еще макинзи да макинзи тоже там бизнес консалтинг да и вот они что говорят что 26 процентов компаний они все-таки занимаются процессом да серьезно и вот эти 26 процентов компаний они вот эти макинзи заявляют что вот сопротивление она ключевой фактор который влияет на успешность да представьте себе вот 26 компаний это отчетливо осознают теперь у нас что еще у нас у нас очень важная штука цена проекта всегда да и вот посмотрите как сопротивление изменяет бюджет да увеличивает его буквально цену вот и вот как раз наш любимый гарвард бизнес ревью да это кто не знает это журнал такой широко известный в узких кругах да вот который как раз занимается вот этими продвинутыми фишками там да они это как бы всегда очень хорошо освещают и что они говорят у них тоже исследования такие проводи проводятся регулярно что именно 60 процентов вот эти все любые инициативы на изменения вот выходят за рамки за рамки проекта если вот сопротивлению сопротивлению не уделяется должное внимание посмотрите как цифры коррелирует да посмотрите я вернулся на предыдущий слайд да что неудачу 70 процентов терпят да вот а тут 60 процентов дорожание идет да в условиях когда есть определенный дефицит денег там да вот всегда так сказать когда проект начинает дорожать это можно условно сказать что он терпит неудачу потому что уже как говорится мы вынуждены тратить дополнительные деньги ну по сути на реанимацию вот теперь у нас еще есть компания бисджи да это которая тоже это тройка вот компании бисджи макинзи и бэйн компани бэйн компани которые чего они говорят что они прямо уже посчитали насколько насколько дороже выходит и они говорят почти на четверть дороже проекты которые которые неэффективно управляли изменениями но теперь смотрите у нас из хороших новостей которые которые так сказать нас могут нам как бы немножко немножко успокоить нас что та же самая наша прошла она они выяснили в процессе своих же исследований что там где работа с сопротивлением идет то вероятность того что проект достигнет успеха в шесть раз выше чем там где не идет да то есть корреляцию вы наблюдаете вот и наши любимые макинзи они говорят что если если удается на проекте создать минимизировать вот риски которые связаны с деятельностью сотрудников да то есть с их негативным отношением то на 30 процентов сроки на 30 процентов улучшается 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 как называется увеличиваются шансы да теперь давайте мы с вами теперь давайте мы с вами посмотрим что такое вообще что нам в процессе что такое вообще проект что нам всем несет нам про и всем несет такие штуки которые вот в целом если глобально на компанию глянуть и на проект это у нас всегда есть страх потом второе у нас есть с вами это боль всегда проект это боль говорят жизнь это боль но так как у нас любая любая активность как называется кто не двигается тот считается мертвым да то есть компания чтобы нажила на посадку какие проекты были потому что иначе иначе все останавливается да и всегда в процессе проекта возникает у нас гнев и вот цель нашего вебинара которая еще одна как бы ее можно вот на это на это положить да и мы что с вами сделаем мы страх с вами познаем познаем вот дальше боль мы свою боль мы с уменьшим или или усмирим ее там да и гнев что мы с вами сделаем отречемся от гнева да потому что самое не продуктивное чувство там да это гнев и вот посмотрите какая штука у нас получается я это сам заметил только когда готовился к вебинару вот эта штука вот кто за кто интересуется вот этими древними учениями всякими там да это каббала вот представьте казалось бы у нас же как бы современный мир там это все там научно это каббала вот ладно мы переходим мы переходим с вами мы переходим дальше двигаемся но вообще у нас что что такое сопротивление к изменениям до внутри компании у нас есть такая штука и то что нам нужно в первую очередь понимать что вообще любое сопротивление это естественная реакция причем если и эта реакция она на на что это реакция на неопределенность во первых там да и вот это то что я вот показывал да страх к изменениям и что какие там причины то вот этого сопротивления причины основные то есть это же уже все выяснено там первая причина это страх потерять работу люди боятся потерять работу они не хотят ее терять до и они понимают что любые крато изменение которое в компании происходят они так или иначе несут риск потери работы поэтому вот эту штуку надо вам тоже вот это вот это вот это нам надо знать дальше у нас ещё есть риск того что например люди которые работают компании они не уверены в новых технологиях причем неуверенность новых технологиях, она не только к людям относится, не только у людей, которые там участвуют в проекте, а у самих фирм. Например, вот такой, ну, может, не совсем корректный пример, но кто пользуется машинами Toyota, да, или у кого были там машины Toyota, вы видели совершенно спокойно в 2000-х годах новая машина 2000-х годов, а там кассетник стоит, там, да, вот этот магнитола, кассетник. Спрашивается, почему? Ответ есть, конечно, там есть книга такая прекрасная, называется «Да, у Toyota», и они там объясняют, почему они так делают. Но, и основной мотив – это неуверенность в новых технологиях, то есть, они используют старые проверенные решения, да, вот он, кассетник работал всегда, и он продолжит работать, вот новая машина с кассетником, пожалуйста. Дальше. Что еще из таких фишек, которые вызывают сопротивление? Это нарушаются привычные, ход вещей, да, нарушаются привычные процессы, и поэтому люди, они понимают, что, да, там какая-то автоматизация, она что-то им изменит, вот, и это вызывает страх. Теперь давайте мы с вами посмотрим, какие виды сопротивления у нас есть. У нас есть сопротивление открытое. Открытое сопротивление. И есть скрытое. Вот, на мой взгляд, вот, что такое, не на мой взгляд, вернее, вот, что такое сначала открытое сопротивление, да, это когда вам прямо сотрудники в глаза говорят, они прямо активно выражают несогласие, то есть, они вам говорят, что, ну, что, зачем нам это надо, да, зачем ты вообще вот это затеял, эту автоматизацию, зачем, вот, у нас же все и так хорошо. Вот это называется открытое сопротивление, там, да. Потом дальше будет, потом дальше проявление следующее, когда вы все-таки проявляете неуклонную, там, железную руку свою, там, как бы, да, железную волю, начинаются жалобы. Жалобы, что, например, люди как-то чувствуют, начинают там, например, они начинают вам жаловаться на то, на то, что громко пикает какой-нибудь сканер штрих-кода, или там, не знаю, громко жужжит принтер, ну, что-то вот им, вот они начинают жаловаться, там, да, вот на вот эти нововведения. И третье проявление открытого сопротивления, это протесты, то есть, когда люди прямо реально бастуют, то есть, вы приходите на работу, к вам в офис приходите в свой, открываете дверь, а у вас тут люди с плакатами стоят, с этим, нет автоматизации, ну, условно говоря. Вот, это, ну, это как бы открытые вот эти проявления сопротивления, это нормально, чтобы вы понимали, это нормально. Есть еще скрытые проявления там, да, и вот скрытые, вот скрытые сопротивления, вернее, не проявления, а сопротивления, вот, оно выражается в чем? И это, кстати, вот то, что вот это скрытое, это ненормально, вернее как, оно присутствует в жизни там, да, вот, и, наверное, то, не, наверное, можно назвать нормальным, но это опасно, опасно. Я это отнесу, наверное, к опасным явлениям. Опасные явления при автоматизации. То есть, самое главное, что это у вас будет саботаж. Саботаж это такая штука, которая скрытая. То есть, вы что-то сказали кому-то сделать, а это не сделали. Или сказали что-то сделать, а там какое-нибудь письмо написали и ждут реакции, например, вашей. Опять же, у вас там высокая занятость, а вам письмо написали на ваш приказ, что ждут ваше какое-то решение и вы приходите, говорят, что не сделано. А вы видели, мы вам неделю назад письмо написали по электронной почте. Или еще, не дай бог, отправили обычной почтой на почтовый ящик домашний. И вы такое говорите. Да? То есть, формально люди не виноваты. Вернее, как они выполнили работу, но проект не сделался, не сдвинулся. Потом дальше. Пассивные отношения. Пассивные отношения, это когда, например, если люди видят, что что-то можно не сделать, а как они это видят? Например, вы даете какое-то указание, что-то совершить, какие-то действия, и не указали сроки, например, да? И не указали там ответственного, не назначили ответственного, не указали сроки, которые надо завершить. И что? Люди видят, что этого ничего нету, и они вам не задают вопросы. То есть, пассивность здесь в чем выражается? Они вам не задают вопросы. А кто это будет делать? И какому сроку это надо совершить? Да? То есть, вот, если люди активные, они вот это спросят там, да? А если как бы пассивные вот это сливают вас, да? Это называется, вас сливают. Вот. То вот у вас будет вот такая штука там, да? Вот. И следующее, что будут снижать производительность. Снижать производительность. Как это выглядит? То есть, вы ожидаете от автоматизации, что у вас там сейчас, как говорится, рожа заколосится там, да? Там или кокос заколосится там. Да что хочешь заколоситься там, да? Вот. И крокодил будет ловиться. Все нормально. А у вас нету этого. Вы не видите. Вы видите, что у вас показатели в лучшем случае остались теми же самыми. Да? То есть, а для вас это в условиях автоматизации является снижение производительности, если показатели эти же самые. Либо, не дай бог, они еще падают. То есть, там вот эта штука проявляется по-разному. И вот это скрытое сопротивление опасная штука для вас. Вообще капец опасная. Теперь смотрите вот как вообще в психологии, да? Вот рассматривают вот эти эмоциональные реакции на изменения. Да? То есть, мы с вами можем, мы с вами можем так видно, нормально видно. Вот. Мы с вами можем сделать вот такие вот, отложить две шкалы. Вот это будет шкала интенсивность. 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 А вот эта шкала будет длительность. Ну, как бы, это время, да? Назовем так, время. И у нас внутри вот этого, внутри вот этой вот системы координат, да? У нас возникает реакция на изменения. Как она начинается? С чего она начинается? Она начинается у нас первое что? Она начинается с отрицания, да? Отрицания. Это стандартная, как бы, такая штука, там, да? Дальше у человека возникает гнев. Гнев. Который там у участника, там, да? Дальше, когда видят, что это ни к чему не приводит, да? Возникает ситуация, что с вами начинают торговаться, да? Это называется торг. Торг это назовем, да? Дальше, когда у вас, например, ну, вы понимаете, что какая-то автоматизация, она должна вызвать уменьшение издержек, и вы, понятное дело, говорите, ну, подождите, там, издержки падают, какой торг, о каком повышении зарплаты идет речь, там, да? Вот, условно говоря. Ну, вот. Тут у участников вот этого всего события возникает депрессия. 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 То есть, они видят, что их вот эти три предыдущие действия не поимели никакого результата. И уже последняя фаза, да? Это вот принятие. Вот оно, последняя фаза, это принятие. И вот, смотрите, наша задача с вами в процессе вот этой работы с вот этим управлением вот этими нашими сопротивлениями, вот. Наша задача сделать так, чтобы интенсивность, интенсивность вот это, вот, понимаете, вот оно здесь всегда, вот тут будет стремиться к максимуму, там, да? Вот это будет стремиться всегда к максимуму. Торг тоже будет стремиться к максимуму. Депрессия – это вообще опасное состояние, там, что для человека, что для организации. Это тоже будет стремиться к максимуму. А вот это будет стремиться сюда. Вот. И получается, что наша с вами задача перевомить ситуацию, наша с вами задача сделать так, чтобы вот это отрицание, оно как раз-таки, ну, как бы, ну, оно будет, да? Но чтобы его минимизировать. Гнев. Чтобы его по-хорошему вообще не было. Чтобы он стремился в минус. Туда уходил. Торг. Торг уместен. Торг всегда уместен. Поэтому минимально торгуйтесь. Депрессия. Задача с депрессией убрать. Чтобы она тоже стремилась туда. К минимуму. А как раз таки наше принятие. Наше принятие. Оно должно лететь в космос. Вот суть работы. Которую нам предстоит сегодня. Научиться с вами делать эту работу. Как достичь вот таких показателей. Мы даже сможем с вами. Вот так сделаю. Опа. Типа кривая будет у нас с вами. Хоп. Вот так. Вот так она должна расположиться. Хотя может не совсем корректно. Эти кривые рисовать. Но в целом состояние вот такие. Мы должны к этому. Мы должны сегодня с вами до этого дойти. Научиться это делать. Вот. Теперь вот эту штуку я хочу, чтобы вы прямо научили. Прямо заскринили эту штуку. Сейчас я вам включу. Вот. Заскриньте вот эту штуку. Это факторы, которые усиливают сопротивление. Усиливают сопротивление изменениям. И самое главное, что у вас получается. И всего три. Вот этих три показателя, которые сделают все. Если этих показателей вы не уберете. Эти показатели. У вас будут созданы все предпосылки, чтобы проект не состоялся. То есть, первое. Недостаток информации и ясности. Плохое управление ожиданиями. И отсутствие участия сотрудников в процессе изменений. Вот это три фактора, которые вам убьют проект. Вот. Это я сразу вам говорю. Вот. Теперь мы с вами двигаемся дальше. У нас. Мы теперь давайте с вами посмотрим, каким образом управлять сопротивлением к изменениям. Ну, есть, условно говоря, таких пять больших разделов. Как эта вся история будет работать. Рулиться. Как рулиться. Во-первых. Ну, исходя из этих трех факторов, которые я сказал. Которые вам убьют проект. То есть, первое. Что у вас должна быть налажена коммуникация и прозрачность процессов всех. То есть, у вас должно быть все четко. Вы должны прямо четко. Информированность участников проекта должна быть просто идеальная. Ну, стремиться к идеальной, по крайней мере. Вот. Дальше сотрудников обязательно привлекать ко всем процессам изменений. Потому что если люди будут почувствовать, что как бы к ним ослабло внимание. Ну, все. Считай, тоже проект пойдет как-то не так. Дальше у вас обязательно вот в рамках вот этого вовлечения сотрудников, это обязательно обучать и развивать навыки. Потому что автоматизация там, да, там появляется что-то новое, там, да, где-то освобождаются ресурсы и можно направить на что-то другое. Поэтому надо обучать и развивать навыки людей, которые участвуют в процессе. Дальше у вас обязательно должны быть общие собрания, на которых вы оказываете эмоциональную поддержку, да. И вот как раз-таки занимаетесь управлением вот этим стрессом в этот момент, когда вы оказываете, когда с людьми, вот у вас общее собрание, там, у вас, вы должны быть, вы должны быть достаточно демократичным, достаточно демократичным. Не избыточным, а достаточно демократичным, чтобы люди не боялись высказывать вам мнение, вот, и чтобы вы на это мнение, ну, как бы фиксировали это, да, и как-то потом на других собраниях говорили, что вот было такое, там, да, вот мы приняли такие решения, вот они должны повлиять так. И дальше у вас должна быть такая фишка, ну, назовем это, я не нашел просто правильного слова, вот, я как бы назвал так, пилотирование изменений, там, да, и постепенное внедрение. Что такое пилотирование? Не то, что там вы как пилот сидите, рулите, а как бы такие пилотные проекты, там, да, то есть, вот, как бы разделение, ну, вначале там какие-то пилотные решения, то есть, например, пилотные, что такое, как мы это назовем, например, электронный документоборот мы внедряем, да, и у нас есть там среди наших контрагентов есть какие-то нормальные, лояльные к нам наши контрагенты, и мы с ними говорим, а давайте мы с вами вот этот электронный документоборот внедрим, вот, ну, там какие-то фишечки для этого электронного документаоборота, и с вами попробуем. То есть, вот это называется пилотный проект, да, то есть, вот с ними как бы вы уже вот эти штуки обкатываете, все остальные еще по-старому работают, а эти уже как бы вы их на новые рельсы ставите и смотрите, что получается, отлаживаете с ними. То есть вот эта штука, и вот это как раз-таки вам обеспечит постепенность внедрения. Теперь давайте мы поподробнее посмотрим, что такое коммуникация, как обеспечить коммуникацию и прозрачность внутри проекта. У нас с вами должна быть такая штука, что, во-первых, мы должны людям честно говорить, зачем нам нужна автоматизация. Объясню, в чем прикол. Например, в моей практике было, внедряем мы централизованное казначейство, производственная компания, производственная группа, вернее. Есть завод, есть торговые дома, есть дилеры. Вот эта вся история, она такая очень большая. Есть логистическая компания своя внутренняя. И вот получается, вот там возникла ситуация, что как-то там, назовем это прямым текстом, возникла коррупция в решении, в платежах. И когда делался запуск вот этого централизованного казначейства, как раз людям объяснили, что вот смотрите, есть вот такая штука, вот мы исключаем таким образом коррупцию. То есть, кто были замешаны в этой коррупции, они поняли, о чем речь. Они эту коррупцию остановили в тот момент, когда мы это объявили. Ну, то есть, они увидели, что мы это видим. И у нас пошел процесс. Дальше. Вы должны обязательно разъяснять людям, какие конкретные шаги будут сделаны для того, чтобы автоматизировать конкретные участки. И какие последствия вот эта автоматизация принесет конкретному сотруднику, конкретному человеку, который будет задействован в процессе. Эта штука тоже важная. То есть, человек должен понимать, что не будет создана машина, которая его же и раздавит. И еще, дай бог, как говорится, еще по-хорошему машина, которая его раздавит, должна быть создана его руками собственными, чтобы она же его и задавила. Поэтому вот это надо человеку объяснять, что нет, нет, мы создаем инструмент, который тебе поможет, наоборот, долго и счастливо жить. Теперь у нас еще какая штука должна быть обязательно? У нас должна быть именно двухсторонняя связь проекта. То есть, вы выполняете какое-то действие по автоматизации и принимаете вопросы, возникающие вопросы в ходе каждого шага. И более того, вы их получаете вопросы, вы их не просто получили, они ушли в небытие. А вы людям, которые задают вопросы, обязательно отвечаете. Даже ответ такой, вот, например, вам какой-то вопрос, который ставит вас в тупик, например, поступил. Ничего страшного, на него необязательно сразу сейчас ответить. Вот, может быть, там даже не в тупик ставит, а, ну, например, затрагивает какие-то очень чувствительные моменты для бизнеса. Вот, вы можете взять паузу, но вы обязательно человеку скажите, вопрос ваш принят, там, да, в данный момент готового ответа нету, но мы подготовим вам ответ и ответим позже. То есть, у человека должна быть, и у человека отложится это, что он задал вопрос, а ему отреагировали на его вопрос, то есть, его не игнорят. Вот эта штука важная. Потом, и потом, если вы, ну, дальше такое правило, что если вы пообещали дать ответ, ответ дайте. Не надо развернутый ответ, дайте какой-то короткий ответ, но чтобы ответ обязательно был. Вот. Теперь дальше нужно обязательно вовлекать сотрудников в процесс изменений. Вот. Как это делается? Ну, вот, есть там успешные практики, как это работает, вся история, да. То есть, во-первых, вы должны, вот, например, если какой-то большой проект, да и даже небольшой проект, все равно должна быть команда, там, да, команда, или рабочая группа, или проектная команда, вот как хотите назовите. И внутри вот этой проектной команды у вас обязательно должна быть, ну, так называемая, ротация, ротация, перемещение сотрудников по объектам, по участкам. Зачем это делается? Потому что, во-первых, вы защитите себя, что в случае болезни, отпуска или любого другого отсутствия сотрудника, выхода из проекта сотрудника, любого выхода из проекта сотрудника, у вас будут там другие специалисты, которые понимают, о чем речь, да, да, и вы сможете, условно говоря, затыкать дыры теми людьми, которые у вас в команде остались. Вот. Эта штука важная. Вот. Дальше. Обязательно у вас на этапе, когда идет проект, должны быть сессии, так называемые сессии планирования, там, да, или стратегические сессии, там, да, как хотите назовите. Вот. И на этих сессиях вы обязательно должны давать людям возможность высказаться. То, что я говорил раньше, да, то есть вы должны быть достаточно, достаточно демократичным, чтобы выслушать предложения, там, да, вот, и страхи услышать работников. Как раз в этот момент вы будете слышать страхи, потому что, например, вот эти у вас команды, даже не вся, не вся, не вся фирма, если там, ну, если фирма какая-нибудь маленькая, конечно, там, скорее всего, вся фирма будет у вас в проекте участвовать. Вот. А если какая-то более-менее фирма средней руки и больше, то у вас там есть другие сотрудники, которые коммуницируют вот с этим участником команды. И те опасения и страхи, которые он будет вам высказывать, или идеи, лучше идеи, конечно, чем опасения и страхи, но и то, и другое. Вот. Вы будете слышать, по сути, его губами, его ртом будут говорить те люди, с которыми он коммуницирует. Вот, понимаете, какая фишка? То есть, он будет думать, что он говорит свои мысли, а на самом деле нет, он же с ними коммуницирует. В голову мысли ложатся, и он их вам высказывает как бы от своего имени, но, по сути, он высказывает мнение группы, коллектива. Да, поэтому тоже там не надо голову рубить сразу, если вам сказали что-то не то. Это значит, вы срубите голову целому большому блоку. Вот. Дальше у вас обязательно, когда тестирование идет каких-то продуктов, вот то, что вы делаете, там, базовые какие-то моменты, туда делаете как раз-таки вот, включаете сотрудников вот это тестирование. И вот здесь как раз у вас важная штука, вот как раз-таки вот они пилоты, о которых я говорил, да, то есть, вот эти пилотные группы. И вот в этих пилотных группах, вот в пилотных проектах, скажем так, да, пилот, ну, пилотные вот эти шаги, вот вы туда людей обязательно подключайте и прямо берите от них обратную связь. Обязательно обратную связь. Вот. Следующее. Причем обратная связь, еще раз говорю, двухсторонняя. Вам поступил сигнал, реакция, сигнал, реакция. То есть, вот это называется обратная связь. А когда просто к вам идет и в пропасть улетает, это не обратная связь. Это просто, ну, я даже не знаю, разговор слепого с глухим вот такой получается. Вот. Дальше у вас что должно быть? Обязательно, когда уже, как бы, проект, лучше, когда еще в начале, там, да. Вот. Но идеально, если в течение проекта по мере наращивания вот этой вот материальной базы или там информационной базы по автоматизации, у вас должно быть обязательно программы обучающие. Обязательно обучающие программы и переквалификации. Вам уже, вам переквалификацию вам надо начать вообще заранее, потому что вы уже будете знать, когда перед началом автоматизации, что у вас что-то будет меняться. То есть, вам надо будет переквалифицировать, переобучить сотрудников, которые у вас работают, да. Потому что, ну, есть вариант, конечно, там, уволить старую команду, нанять новых, но это дорого. Это дорого. И вы потеряете денег много, потому что у вас новые пока придут, пока у вас еще система, пока у вас новая система внедряется в старые системы, кто-то должен работать. У вас упадет все. Поэтому не надо. Берите, переквалифицируйте действующих сотрудников. Это гораздо больше пользы в этом. Дальше. Смотрите еще, какая фишка. Крутая фишка, на мой взгляд. Это надо публично поощрять людей, которые у вас участвуют, активно участвуют в автоматизации. Публично. То есть, какие-то у вас встречи, там, собрания общей фирмы, и вы им какие-то символические подарки, там, какую-нибудь, там, не знаю, там, статуэтку, что-то еще, какой-то вымпел. Но чтобы это было публично, и чтобы люди видели, что тот, кто занимается автоматизацией, начальство их видит и помнит, и как бы, да, вот, какую-то мелочь. Ну, люди ставят эти вымпелы к себе на столы рабочие, там, если у вас большая компания, вот, вы это знаете, там, да, то есть, вымпелы вот эти, они везде есть, и они на глаза попадаются всем, так или иначе. Даже если он в каком-нибудь не очень подходящем месте, но, как правило, вот эти все свои достижения, они все всегда сотрудники стараются как-то так, чтобы это было видно. Поэтому это будет, это очень хорошо штука работает. Вот. Дальше у вас какая еще должна быть? На собраниях, на этих общих, вы должны проводить опросы по удовлетворенности, да, и как люди воспринимают проект. Это, собственно говоря, что это, вот эта штука работает, как эта штука работает. А это вот она как работает. Вот это, вот они две, вот они два места, отрицание и гнев там, да. То есть, у вас, если люди воспринимают, если люди не воспринимают, соответственно, у вас растет вот этот столбик там, да, вверх пошел. Если они воспринимают лучше, он у вас уменьшается там, да. Если у вас людям что-то не нравится, растет гнев, да, то есть, он сюда, а он у вас должен идти сюда. То есть, вы вот через эти вещи, вы можете вот это отслеживать там, да. Ну, понятное дело, что вот эти, на более поздних этапах проекта у вас и вот эти факторы тоже, когда вы делаете опросы удовлетворенности. Они тоже, они тоже проявляются там, да, и вот эти вещи вам становятся видны. И, кстати, вот это вы можете тоже мерить, да, принятие, уровень принятия вы тоже мерите именно благодаря вот этим опросам, потому что другого способа измерить показателей нету, только опросы. Теперь дальше, вот самая фишка еще такая, что когда возникают какие-то технические проблемы, вы должны эти технические проблемы решать совместно с соработниками. То есть, не должна быть такая ситуация, что что-то работает не так, вам звонят или пишут в мессенджер или еще что-то, типа, есть такая проблема, а вы пишете такой ответ, типа, ничего не знаю, решите. Вот такой ответ, я вам обещаю, что такой ответ, когда вы такой дадите, да, вы завтра придете, у вас будет в лучшем случае, в лучшем случае ничего не будет сделано там, да. А в худшем случае вы придете завтра, и у вас будут головешки, условно говоря, от пожарища там, да. Поэтому нет, нет, сразу, есть сигнал, сразу подключили, сделали. Да, это будет в нерабочее время, да, это будет вам вообще некомфортно, капец. Но проект, мы с вами говорили, что это страх, боль и гнев. То есть, да, будет больно, да, вы будете злиться, да, вам будет страшно, что глаза будут бояться ваши того, что надо сделать. Ничего страшного. Страх познать, да, боль усмирить, а от гнева отречься. И тогда у вас все полетит. Так, дальше давайте. Что у нас еще из таких вещей, которые надо обязательно, да, делать? Это обучение и развитие навыков сотрудников, да. Я об этом говорил, я об этом постоянно, часто так или иначе проговариваю, но я хочу, чтобы это вы прямо, чтобы прямо вам село это в сознание, потому что это важная штука. Нужно повышать квалификацию, компетенции сотрудников. Если вы это делаете, у сотрудников растет уверенность в себе, да, уверенность в завтрашнем дне, то есть люди уже, они не начинают, они, понимаете, что происходит? Когда вот эти изменения в компании идут, многие квалифицированные сотрудники начинают вот так вот раз на рынок и смотреть, ага, где там чего-то новенького появилось. А ваша задача их удержать, правильно, вам эти, потому что именно пытаются уйти сразу те, которые имеют повышенные компетенции сотрудники, то есть вы их потеряете в первую очередь. И ваша задача их как раз таки удержать. Как вы их удержите? Вы их будете, вы покажете им, что вы их учите, вы им повышаете квалификацию, компетенцию, они скажут, блин, а что нам уходить-то? Нам тут какие-то обучения, ну, у нас тут движение, у нас тут жизнь, понимаете? Вот. Дальше у вас еще должна быть такая штука, вы должны среду для адаптации сотрудников к изменениям, к нововведениям, да. В чем это должно выражаться? Ну, во-первых, какая-то вы должны у себя, если это автоматизация какая-то идет, компьютерная там, да, то вы должны какую-то тестовую среду обязательно создать, чтобы люди имели возможность вот зайти понажимать кнопку. Ничего страшного нету. Пускай зайдут, понажимают кнопки. Ничего плохого не случится. Даже случится хорошее, знаете, что хорошее случится? Они сломают вам вашу новую систему. Вот нажимая вот этой тестовой системе кнопки. Они вам ее сломают. И вы должны сказать, слава богу, что сломали сейчас. А не тогда, когда мы уже допустим это в продуктив. Потому что если вам ее сломают, вы, по крайней мере, ошибки устраните, вы их найдете. Вот. Пускай ломают, понимаете? Пускай ломают. И если вам систему, если вы запустили тестовую эксплуатацию, вот это в тестовую среду людей запустили, а вам ничего не сломали до сих пор, это для вас сигнал какой? Что значит, никто не пользуется, никто там не ходит. Понимаете? Вот. Поэтому надо запустить, и пускай ломают. И главное, пускай задают противные вопросы. Противные вопросы, это, собственно говоря, относятся к той штуке, которую можно сформулировать следующим образом. То, что нас не убивает, то делает сильнее. Потому что противный вопрос, он, да, он неприятный, так вы от него скрываетесь. Но если вы его решите, этот противный вопрос, то у вас все пойдет. Понимаете? Не оставляйте нерешенных вопросов. И среда для адаптации, вот она для этого и нужна. Так, теперь дальше у вас какая штука еще есть? Вам нужно, потому что я, ну, это как бы оно развивает тему обучения, там, да. Вот делать какой-то, ну, уже больше в психологию, если окунаться там, да. То вам обязательно должен быть какой-то коучинг такой, знаете, коучинг, который стимулирующий, как бы, морально стимулирующий, да. То есть, какое-то повышающее настроение коучинг должен быть, да. То есть, там, ну, это психологические, как правило, какие-то тренинги. Вот. Какие-то там видеопрограммы специальные, которые там именно относятся вот в вашу, в вашу струю, да, в струю вашей автоматизации. Вот. Или там, потом никто не отменял, так называемого, ну, такое слово, которое уже инфо-цыганством уже опошлино, называется менторство, да. То есть, вот менторство, ну, оно есть термин, хороший термин, он профессиональный. То есть, ментор это тот, кто, он изменяет сознание человека, да. То есть, человек к нему приходит с проблемой, высказывает ему проблему, а он ему говорит, ты на эту проблему смотришь не с той стороны, это вообще не проблема, это вообще достижение, там, да, как у айтишников, типа, это не баг, это фича, да. То есть, вот с какой стороны посмотреть, с какой-то стороны смотришь бага, а с другой стороны смотришь, да нет, это фича, да, вот. И вот менторы зачем нужны, то есть, они из багов делают фичи. Ну, и, понятное дело, психологическая помощь, вот, она автоматически возникает, создается в процессе вот этой работы. Вот дальше теперь, смотрите, вы еще должны очень терпеливо, да, относиться к эмоциям работников, да, то есть, это, знаете, как профессионально это называется, признайте эмоциональные реакции, там, да, признание эмоциональной реакции, то есть, вы должны признать, что такая реакция имеет место, то есть, если какой-то, если раньше сотрудник работал одним образом, а теперь ему, его заставляют работать по-другим, у него будет эмоциональная реакция, вот. И вы должны понять заранее, вы должны заранее предположить, что, скорее всего, вот эта тетя Маня, она вас как-нибудь попытается огреть мокрой тряпкой, если вы там что-то сделаете, то, да, то есть, вот вы, и вы должны сказать, ну, хорошо, она мокрой тряпкой попытается одену плащ, там, да, ну, как бы, понятно, да, шутками, но вот эти вещи, эти реакции эмоциональные надо признавать и к ним готовиться, вот. И к ним готовиться, а как вы к ним готовитесь? То есть, вы их заранее, как бы, сценарий прорабатываете для себя внутри или там внутри такого высшего управления проектом, вот, и вы прорабатываете сценарий ответа, ну, как бы, как вы реагировать должны на эти реакции. Реакция, обязательно, реакция должна быть ваша реакция, она, ваша реакция на реакцию масломасляной там, да, она должна быть конструктивной, то есть, вот конструктивней, не забывайте. Теперь по поводу, по поводу пилотирования изменений, да, вот этих вот пилотных проектов, да, так называемые, вот как раз-таки, вот эта штука, пилотные проекты, она позволяет на маленьких объемах, но уже боевых, на маленьких, то есть, пилотный проект, вот что такое? Это не какая-то тестовая среда, это уже продуктивное применение, да, системы, ну, назовем это опытно-промышленная эксплуатация, да, называется, и вот вы на этой опытно-промышленной эксплуатации, вы запускаете какой-то прям боевой процесс и по-настоящему его отрабатываете, вот, это как раз-таки людям, понятное дело, что в параллели у вас еще идет какая-то работа, к которой все привыкли, и вот вы как раз этим самым, вы даете людям возможность адаптироваться к изменениям, то есть, вот эта штука важная, о ней тоже не забывайте, вот это пилотирование, ну, пилотные проекты, эта штука полезная, полезная, она, понятное дело, она требует неких от вас дополнительных управленческих затрат, но поверьте, оно вот вас избавит от удорожания проекта на четверть, то есть, на четверть проект при этом не подорожает, он, скорее всего, даже вообще не подорожает, а может быть, даже и цена понизится, потому что вы какие-то сделаете выводы заранее, до того, как у вас продуктив это пойдет, и вам не придется какие-то большие объемы данных потом перелопачивать, чтобы это все в порядок привести, понимаете, ну, какая фишка. Теперь, смотрите, нам нужно еще с вами, нам нужно еще с вами обязательно, то есть, то, что я говорил, это как бы из разряда, вот то, что до этого говорил, из разряда как быть здоровым и богатым, да. Теперь давайте поговорим все-таки очень много бедных и больных в нашей жизни, к сожалению, вот, и вот эти, если к теме нашей, да, что вот эти вот реакции негативные, вот эти, и вот, ну, депрессия тоже негативная реакция, на самом деле, ну, вернее, это уже последствия негативной реакции, да, то есть, вот эти вещи, они имеют место, и их много, видите, их как много, их как много, то есть, у вас из позитивного у вас всего одна, но до того, чтобы зайти в позитив, у вас человек проходит четыре плохих стадии негативные, и там вот эти все стадии, они содержат в себе негативные реакции. Поэтому их надо знать, вот, и надо уметь с ними работать. Давайте мы с вами сейчас посмотрим, какие есть приемы работы вот с такими негативными реакциями. Во-первых, ну, у нас их три, да, и я прямо их назову вот по количеству, да. Вот, во-первых, надо признавать, первый прием это признание и проработка негативной реакции. Это первый прием. Второй прием это персонифицированный, персонализированный подход, да, в случае возникновения какой-то, выявления какой-то реакции. И третий прием это управление конфликтами, да, то есть вот давайте мы с вами посмотрим подробнее, как каждый из этих приемов работает и что внутри в этом приеме. Ну, во-первых, во-первых, для того, чтобы начать работать и прорабатывать негативные реакции, да, нужно понять, что эти реакции есть, да. Как мы это с вами поймем? Есть методы этого понимания, там, да, вот есть методы. Первый метод, самый важный, который вообще в любой деятельности он присутствует, называется наблюдение за поведением. То есть вы должны смотреть, как, насколько у вас сотрудники, ну, поведение сотрудников должен смотреть, да, вот, насколько они энергичные, да, то есть видно, что когда какие-то такие замороженные, какие-то эти, все это, значит, что-то не то, да, вот. Если тем более даже вы, и даже, знаете, как вы можете это увидеть? Вы видите на контрастах. Например, раньше человек был энергичен, там, да, собран, у него было все четко, он раз-раз-раз работал, но тут вдруг что-то поменялось, он такой стал таким вот, каким-то не таким, няшным каким-то чересчур, что-то забывчивым, ну, якобы забывчивым там, да, то есть это все, вот это для вас сигнал. Теперь дальше, вот, регулярная встреча и опрос, о которых я говорил, да, то есть вот другого механизма, вот, кроме как встреч и опросов, вот, это тоже один из, это второй по эффективности механизм, да, то есть наблюдение, первый по эффективности, а этот второй, там, да, он как бы дополняет вот это, вот ваши, как бы он, вот это опросы, они неким образом подтверждают ваше наблюдение, понимаете, вот, то есть вот эти опросы надо обязательно проводить. Причем, смотрите, опросы, как показывает практика, если вы там какое-то проводите собрание, говорите, ну-ка, Иванов, скажи-ка мне, вот, а что тебе не нравится в нашем проекте? Человек, скорее всего, поднимется и скажет, да нет, мне все нравится, все классно, поэтому вам не надо, вам надо делать опросы обязательно анонимными, вот, и регулярные опросы, анонимные регулярные опросы, то есть вы должны придумать, как вы это делаете, или вы делаете какой-то там тайный почтовый ящик, и люди вам бумажки-то суют, да, как при Павле Первом, да, в России там было, по всему Питеру были такие ящики стояли, куда люди кидали, знаете, вот, либо вы должны как-то какую-то электронную систему придумать, да, то есть какой-то мессенджер, который позволяет анонимно отправить сообщение, это важная штука, то есть анонимность, это не значит, что типа, как анонимками там, да, по анонимке там слили, да нет, если у вас анонимка одна, это один вопрос, там, да, если их уже, если она 21, то вы для себя должны понять, а, что-то все-таки не то, там, да, то есть вот, потому что недовольные всегда есть, поэтому смотрите там по динамике, вы сами там в своем коллективе можете разобраться. Теперь дальше смотрите, какой показатель еще, который позволяет понять, что производительность снизилась и качество труда, то есть, например, раньше вы видели, что у вас коллектив, например, в состоянии сделать какой-то один объем работы, а сейчас вы видите, что какой-то есть спад, да, то есть, например, вместо 100 единиц чего-то делается 90, на 10% спад, это вообще капец для вас показатель должен быть, то есть, вы сразу должны побежать, смотреть, что происходит, а в условиях автоматизации, то у вас по-любому, это значит, сопротивление возникло, скрытое, вот, теперь дальше у вас обязательно, вы еще должны обязательно работать с руководителями, которые среднего звена вашей компании, да, вот, ну, высшего и среднего звена, то есть, если вы собственник, вы высшее и среднее звено, вы должны опрашивать постоянно, и HR-овцев особенно, да, потому что вот HR-овцы, они же вообще там у них, у многих образования психологов, и они вам могут какие-то вещи сразу подсказать, да, на что-то вас навести, какие-то мысли, то есть, вы, они увидят это раньше, чем вы вот эти все первых три шага сделаете. Теперь дальше у нас посмотрим, какие, как выглядят открытые негативные реакции, открытые, которые, вот, о которых мы говорили вначале, да, то есть, это у вас есть такая штука, то, что люди в явном виде, вот, высказывают свое несогласие, там, да, вот, они могут там критиковать, там, технологии говорить, да, ну, кто-то там, я не знаю, там, вот, в моей практике была такая штука, что мы закупали сервера, мы знали, я знал, что мы закупаем хорошие прогрессивные модные сервера, а нашелся один человек, который где-то прочитал, потому что там на любой проект, ну, у него есть плюсовые, отрезательные стороны, и он вот этот негативный сторон, там, негативные отзывы об этих серверах, он, он как бы выложил, говорит, да вот, вы покупаете оборудование черти какое, понимаете, вот, то есть, это, вот оно вышло в публичное абсурдение, то есть, вот эта штука, это явное несогласие жалобы, то есть, это открытая негативная реакция. Теперь дальше протесты, да, то есть, протесты, я вам сказал, пришли на работу, у вас там с плакатами толпа народа стоит, ну, или еще хуже, например, там идет задержка, как вы отдаете приказ, а он делается не быстро, а делается медленно, там, да, то есть, вы ожидаете, что всегда вы знали, что это делается полчаса, а вам делается что-то час или полтора, или вообще целый день, там, да, для вас это тоже открытое проявление. Теперь дальше конфликтное поведение, вот конфликтное поведение, там, да, вот это вы сразу видите, что люди нервничают, они нервничают, они не могут скрыть свои эмоции негативные, и вот вы им что-то говорите, они на вас реагируют, там, фыркают, там, еще что-то такое, да, Это открытое проявление негативной реакции. Вы видите сразу, что у человека что-то не так. Есть вариант пообщаться и понять, в чем происходит. Или, например, вы слышите высказывания людей. Или действиями они показывают, что им все равно, что происходит. Что воля, что неволя, все равно. Нам сказали делать будем. Не скажут делать не будем. Безразличие такое. То, что я говорил в начале. Что вы какое-то указание даете. Не дай бог не назначили ответственного. И срок у вас никто не спросит. А в какой срок ответственный. Бывает такое, что вы забыли просто сказать. Не то, что вы плохой руководитель. Просто забыли это сказать. Бывает такое, что отвлекли. И поэтому вам надо вот эти штуки. Вот это открытые негативные реакции. Теперь давайте рассмотрим самые опасные. Это которые скрытые негативные реакции. Давайте про них прямо отдельно проговорим. Как бы я уже говорил, они в открытых. Но тем не менее, оно и в скрытые корни имеет. Это снижение продуктивности. То есть, вы видите, что началось что-то делать медленно. Срываются сроки. И люди вам говорят, ну новая система. Вот мы еще не до конца понимаем, как это работает. Или там сервер тормозил. Перезагрузка и все такое. Это скрытая реакция. Скрытая реакция негативная. То есть, это по сути саботаж, на самом деле. Если вы видите, тем более у вас там есть отчет о работе сервера. Вы видите, что у него там, например, производительность процессора, она там где-то на уровне 10% всегда была. То есть, вы статистику за день видите. Если 10%, значит, на него нагрузка не возрастала. А люди просто что-то делают. Дальше у нас есть какая штука еще скрытая. Это так называемое пассивное сопротивление. Что такое пассивное сопротивление? Очень просто. Люди, например, у них есть новые инструменты работы, которые вы внедряете. А они продолжают делать по-старому. Как это выражается? Например, у вас есть система согласования документов. И вы говорите, теперь вы запускаете на согласование договоры, например, через систему электронную. А вам люди по-прежнему приносят бумажки. И на ваш вопрос, почему бумажку принесли, ну, типа, там же это же продажа. Нам же надо быстрее клиенту продать. А тут пока через систему это все продает. Понимаете, вам будет очень благостно это объяснять. Вот мою бытность, я с этими моментами сталкивался. Я на самом деле просто-напросто говорил, так, подождите, ребят. Я вам это... Давайте мне бумажку сюда кладите. Теперь идите быстро на рабочее место и занесите это вот это. Вот это вот. Занесите вот сюда. В электронный документ наоборот. И мне потом... Я вам эту бумажку подпишу. Но я и в электронном документ наоборот это подпишу. Буквально там 3-4-5-6 дней. И все. Они стали мне уже приходить в электронном виде. Ну, люди по привычке еще приходили с бумажками. Но я уже смотрел бумажку, я уже лез в систему и смотрел. И я бумажку подпишу. Я в системе отмечал и бумажку подписывал. Тому, кто приходил. Кто не приходил, я уже сразу через систему делал. Понимаете? Вот. Дальше у вас какая скрытая реакция. Там, да? Скрытая, негативная. Увеличение числа ошибок. То есть, люди снижают качество работы. В общем, начинают ошибаться. И они начинают ошибаться иногда специально. То есть, там можно сделать какой-то шаг определенный. И система сработает правильно. А можно его не доделать. И он сделается неправильно. То есть, для вас это показатель, что что-то вам ваши интеграторы что-то сделали не то. И показатель, что вот у вас идет сопротивление. Потом, ну, снижение вовлеченности интереса, понятное дело. Что люди не инициативные становятся. Типа, скажут, скажете, сделают. Не скажут, не сделают. Это вот все тоже. И, кстати, еще одна фишка. Вам начинают сжаловаться непрерывно. И количество больничных начинает расти. То есть, люди начинают ходить на больничные. То есть, это для вас... Вы, например, всегда у вас там было 10 больничных в месяц, например. А тут у вас стало вдруг 25-30. Это для вас показатель. Все. Значит, вот она скрытая негативная реакция. Вот. Ну, и как это все рулится. Вот у вас теперь второй прием. Наш персонализированный подход требуется. То есть, вам надо... В любом коллективе всегда есть какие-то лидеры мнений. Такие. Ну, как бы такие. Вы видите там неформальные лидеры. Такие. Работайте с ними. Вы их видите. Работайте с ними. Объясняйте им. Это ваша целевая аудитория. А они уже донесут там до своей вот этой вот... Как бы до своих фолловеров там, да. Вот они донесут вот эту информацию, которую... Если вы им донесете правильно. Вот. Ну, и если вы видите, что прямо кто-то упоротый такой... Кто-то прямо упорото выражает свое несогласие с процессом. Вы прямо с ним персонально поговорите. И скажите... Товарь... Ну, позовите его и обсудите. Что происходит-то? Может, ему просто надо компьютер поновее поставить. И все решится. То есть, вот опять вот это все решайте. Вот. И дальше у вас... Как это происходит? Как теперь дальше мы с вами управляем конфликтами? Да. Надо управлять конфликтами. Во-первых, вам нужно открыто и регулярно общаться. То есть, вы цели и ожидания проясняете, проявляете с людьми. Все им объясняете. Опять, создание каналов обратной связи. Это мессенджер, как я говорил. Ящики электронные и прочее. Ну, вернее, бумажные ящики. Потом вот вовлечение в работу ключевых сотрудников. То, что я сказал. Вернее, лидеров мнений. Вот этих вот, которые там неформальные лидеры. Обязательно их привлекайте к процессу. Вот. Дальше вот эти... То, что пошаговое внедрение изменений. То есть, именно внедрение пилотов. Пилотные проекты. Вот эти этапные внедрения. И, кстати, еще смотрите, как вы можете еще создавать еще такие, знаете, штуки. Называется... Ну, агенты влияния. Да, называется. То есть, вы можете каких-то людей прямо... Ну, вы видите, что кто-то там прямо активный какой-то человек. Вы ему прямо полностью даете. Вы его хорошенечко обучаете. Да? И вы создаете. И он, например, какой-то вес в коллективе имеет. И это для вас будет такой агент изменений. Да? То есть, люди будут видеть, что вот этот человек, которого они уважают, у него это получается и ему классно. Вот. И они будут за ним тянуться. То есть, вот этих агентов, да? Готовьте себе. Теперь дальше. Ну, обучение понятно. Там, да? Об этом говорил много. И создавайте наставников, да? Вот этих вот агентов, да? И поддерживайте их. Постоянно их обучайте. Давайте какие-то новые фишки. Вот. Дальше. Потом. Постоянно отслеживайте конфликты. Если конфликты возникли, встретились, взяли вот эти стороны конфликтов, притянули так, поставили перед собой или там посадили перед собой. Так, ребят, чего у вас не получается? Объясняйте. Давайте друг другу объясните сначала. А потом я послушаю и скажу вам, что вам делать. Да? То есть, всегда вот такая штука должна быть от вас. Вот. Вот инициативы слушайте и идеи там. Иногда кроется, вы знаете, игнорят руководители проектов, игнорят собственники компаний, каких-то там менеджеров среднего звена или вообще рядовых сотрудников, типа, не считают за это. Не надо. У вас люди умные в компании, работают. Поэтому слушайте. Они вам могут что-то сказать интересное. Да? Вот. И если услышали что-то интересное и оно полезное, поощрите этого сотрудника публично, как я говорил. Дайте вымпел. Дайте кубок. Что-нибудь еще. Вот. Ну и понятное дело, что вот это как раз таки вызывает вот эмпатию и поддержку внутреннюю. Теперь давайте мы с вами посмотрим, какие компании у нас с вами. Я сейчас вам включу, чтобы вы видели. Чтобы вы видели. Я включил. Я включу и показывать буду компании, которые у всех на слуху. То есть, есть очень много мелких там. Вот. Вот смотрите. Есть, например, у нас компания Procter & Gamble. Все ее знают. И вот они как раз внедряли систему управления цепочками поставок. Вот. И у них есть... У них встретилось... Они вот это выявили сопротивление. Ну, Procter & Gamble у них очень все продвинуто. Вот. Они провели вот то, что я вам говорил. Обучающие сессии там, да. Собрание провели. Вот это все сделали. И люди с людьми пообщались. Сотрудники стали воспринимать автоматизацию как нечто нормальное. Да. Вот. И все. Внедрение завершилось успешно. Поехали дальше. Кто у нас там следующий? Nestlé. Nestlé тоже все знаете. Да. Продукты Nestlé. Вот они как раз внедряли ERP. Да. Это очень частая ситуация, когда ERP внедряется. И при внедрении ERP-систем всегда возникают там потери в кадрах, потери там, ну, все. Очень такой большой риск и много страха, боли и гнева там, да. Это у всех вызывает. И вот они что сделали. Они увидели, да, что у них возникает ситуация назревает. Есть у них... У них возникла разработка вот эта... Разработали стратегию. Вот. Привлекли сотрудников на каждый этап. У них там есть возможность была такая. И все. Автоматизация успешная. Дальше. Теперь давайте посмотрим негативное влияние, да. Вот Deutsche Bank тоже у всех на слуху, знаете, да. Это германский банк, немецкий банк. Вот. Они там очень крупные, там, в Германии. Поэтому они... Я уверен, что многие из вас про них слышали. И даже в Москве у нас там был филиал Deutsche Bank, я точно совершенно помню. Вот. И что получается? Что они сделали? Вот. Они тоже... У них там постоянно идет работа. Там в банках вообще всегда какие-то проекты происходят. И вот они автоматизировали свои процессы очередной раз. Вот. Делали цифровую трансформацию внутреннюю свою. И как бы не уделили достаточно внимания как раз сотрудникам, обучению сотрудникам. В итоге что получилось? Что у них текучка возникла, да. Квалифицированные кадры стали от них просто сбегать. Убегать там, да. Вот. Это вся история вот такая. Теперь дальше. General Electric. Тоже все про нее знаете. Там, да. Все мы ее слышали. Все мы ее видим. Пользуемся лампочками. Это General Electric. Вот. И что они сделали? Они там начали у себя в производстве внедрять ИОТ, так называемый, да. Интернет оф синкс. Интернет вещей. Ну, еще раз говорю. Мой английский ужасный. Вот. Поэтому вот у них интернет вещей. И что они... Они хотели это все очень быстренько сделать там, да. Вот. Людям ничего не говорили и не обучали никак. В итоге что? Люди у них испугались этого. Понимаете? И у них опять люди побежали из компании. А бегут, я еще раз говорю. Бегут всегда самые квалифицированные сотрудники. И вот они практически потеряли вот эту всю историю свою. Ну, слава богу, что они довели до конца. Но эффективность снизилась, да. Скорее всего, бюджет увеличился. Об этом никто не говорит. Ну, вот такая вот история. На этом я, в принципе, закончил. Если есть у вас какие-то вопросы, то задавайте их, пожалуйста, в чат. Вот он, чат. Я сейчас его открываю. Вот, чат пока что пустой. Вот. Можете, я говорю, можете вопросы задавать. Вот. Либо, смотрите, у нас времени... А, я время, да, прямо впритык почти израсходовал уже время. Ну, две минуты еще есть, коллеги. Задайте вопросы. Еще раз говорю, тема большая. Тема большая. Она достаточно сложная, она многогранная. Вот. Мы вот эти серии вебинаров, которые вот мы проводим, мы эту тему пытаемся раскрыть. Ну, и мы ее раскроем. Там, да, у нас вебинары еще впереди будут. Поэтому, смотрите, если сейчас вопросов нет, вы можете на следующих вебинарах... Приходите на следующие вебинары, следите за анонсами. Ну, предварительно я могу сказать, что я всегда как бы подгадываю так время вебинара, чтобы это было всегда четверг, всегда после обеда в два часа. То есть, имейте в виду. То есть, вот у нас вот следующий четверг тоже предстоит вебинар, да. Вот. И до конца года у нас по четвергам будут вебинары. Вот по этим темам будем раскрывать, будем копать в глубину. Вот. И дальше, ну, смотрите еще раз запись. Будет запись, вам придется ссылка на запись. Вот. Смотрите за анонсами. Приходите на вебинары. И если у вас возникнут вопросы по текущему вебинару, вы можете их задать на следующем. Вот. Это нормально. Вот. Я отвечу все, что могу, как говорится, все для вас, все хорошее для вас сделаю. Вот. Ну, в принципе, коллеги, тогда что? Тогда у нас, тогда на этой мажорной... Ага, вот. Если сотрудник Сверидова, фамилию только вижу, да, если сотрудник проявляет отрицание фразой, я уже старый, пусть работает молодежь, то как его замотивировать? Да очень просто вы его замотивируете. Смотрите. Вы ему скажите, а ты что, завтра умирать собрался, что ли? Или жизнь у тебя кончилась, старый, старикан ты наш ненаглядный. Вот. Если у тебя жизнь не закончилась, и тебе, как бы, ты, ты же понимаешь, что жизнь-то меняется, старый. Давай. Вот тебе смотри, если старый, вы можете даже найти вот эти ролики какие-то в интернете, которые ему подскажут. Я, знаете, как это работает? Я, у меня там, может быть, некорректный пример, не совсем сюда, но, скорее всего, нет, он, скорее всего, подходит. Вот смотрите, я очень долго не мог объяснить дочке, что, например, там, пальцы в урод совать плохо, там, да, вот эти, руки надо мыть. Я тоже ей долго объяснял, объяснял, объяснял. А потом, знаете, что я сделал? Я нашел в интернете видео с глистами и со всякими червяками, которые живут в животе. И показал, смотри, видишь, вот, не будешь мыть, вот смотри. А там прямо, вот в Ютубе мерзостей этих полно всяких, там, да, заснято. И вот я ей показал, ребенок смотрел и плакал. Она смотрела, но при этом смотрела, она плакала и смотрела. И потом руки моет. Теперь моет руки. То же самое голову она не любила мыть, там, да. Показал, как вши ползают на головах, тоже там показал. Говорю, вы ей хочешь, чтобы эти руки ползали у тебя на голове? Ну, пожалуйста, не мой голову, ходи с грязной головой, завтра тебе руки заведутся в голове. Все, то есть, вот, вы буквально, вот такое отрицание фразы, вот такое, что, типа, я уже старый. Очень просто, а ты завтра умирать собрался? Ты когда вообще умрел? Как этот, да, вы когда, говорит, умрете, там, да, у мастера и Маргариты? Вот, задайте такой вопрос. Человек сразу встряхнется, он вспомнит, что, ну, он, как бы, еще, в принципе, живой и собирается еще пожить. А, кстати, чем старше человек становится, это психологически тоже штука, чем старше человек становится, тем крепче он старается держаться за жизнь. Он боится умереть. Чем моложе, тем легче человек умрет. Вот, и, как бы, он меньше страх смерти. И поэтому, чем старше, тем больше. И поэтому, сразу спросите, ты когда умирать собрался? Я думаю, что это решит. Вот. Надеюсь, что ответил на вопрос. Ну, может быть, там, резко, резковато. Ну, вы подумайте как-то корректно, в корректную форму. Но я думаю, что тут человека, который вот так вот уже говорит, его надо прямо вот так встряхнуть. Сказать, ты когда умирать собрался? Ты когда умрешь? Ну, ладно. Вот. Вот надеюсь, что вот как-то так. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, да? Вот. Ну, подумайте. Но ваша мотивация должна быть где-то возле этого. Вот как я вам сказал. Вот так вот у нас работает. Еще вопросы? Да. Ну, все для вас. Так, ну, ладно, смотрите. У нас уже, мы уже немножко вышли за регламент. Да, ничего страшного, на самом деле, нету. Вот. Но, в принципе, просто, как показывает практика, самое эффективное время – это час. Вот. Поэтому, если есть вопросы, еще задайте. Вот. Если вопросы пока не приходят в голову, это совершенно нормально. Еще раз говорю, готовьте вопросы на следующий вебинар. Приходите, задавайте. Потом еще вот вспомните вопрос, который я вам задавал в начале. Вопрос на подумать. Вопрос на подумать. Вспоминайте его. Вот. И тоже об этом подумайте. Об этом подумайте. И, так сказать, уже через призму вот того, что я вам сказал сегодня. Ладно, коллеги. На этом мы тогда с вами закончим. Вот. Еще раз говорю, следите за носами. Вот. Мы регулярно проводим эти встречи. Вот. Ну, и, как говорится, всем хорошего дня, хорошего вечера. И до следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова